приветствую с вами канал дизайн ремонт квартиры дачи и в этом видео речь пойдет об устройстве опалубки ну некоторых упрощениях этого процесса и хитрости производства но сначала нулевой цикл значит как египтяне таскали свои 9 тонны и бульники на своей пирамиды я не знаю но вот мне кажется если дивизию меня 9 тонн по песку на верхушку пирамиды вряд ли удастся затащить так что там не верится в это с трудом по факту ну вот это сколько килограмм 100 наверно весит вот перетаскивать было достаточно проблематично может в одиночку проблематично вдвоем будет полегче но мне кажется чем тяжелее блок тем проблематичнее будет катить потому что он выдавливать это все будет так или иначе все перекатили расставили вот особенно составлением проблем было дальше возникло вопрос как размечать все это дело как сделать так чтобы прямоугольник был идеально но я покажу данный процесс на миниатюре главное что нужно сделать это привязать веревки ну веревку или веревки по сторонам к тому что вы будете забивать то есть либо к ломам либо к металлическим трубам у кого что есть ну а дальше выставляем одну сторону в зависимости там в зависимости от забора там или от местности но от условий местности как он у вас будет расположен теплица или сарай чтобы будет строить просто площадка а вот 3 и 4 столбы они вбиваются на пересечении диагонали который рассчитывается вот по этой форме и максимальной длине стороны то есть вытягиваете сторону вытягиваете диагонали в том месте где они пересекаются там и будет нужная точка ну соответственно 4 столба тоже самое тогда углы будут 90 градусов по факту что у меня получилось у меня получились короткие стороны одинаковые практически в ноль а вот длинные там ошибка получилось три сантиметра но на девяти с половиной метрах ошибка 300 сантиметра это вообще смешно то есть это то чем можно пренебречь от слова совсем здесь вот нам не совсем видно какой-то оптический обман есть сейчас я угол опущу вниз и соответственно будет видно что все 90 градусов вот когда разметили соответственно дальше что называется дело техники копаем котлован ну не обязательно вот как у меня там физка сам роль лопата нравится еще раз говорю не обязательно физка то есть главное что чтобы она была острой вот это главное тупой лопатой копать это тоже такое себе это страдание но и так-то в общем-то не подарок эти земляные работы а тупой лопаты это вообще это страдание и боль то же самое касается матышки который я но выравнивал вот вы видите как бы размещено все и прокопанную сторону одну ну вот там вот у меня еще артефакты зарыты пришел вытаскивать придется но сейчас как бы не до этого дальше после того как ну я прокопал я заложил туда блоки в белых и столбы приварил арматуру блоком к столбам что касается опалубки далее были установлены ребра вот эти вот просто без колышков без фиксации единственное обратите внимание в углах металлические угольники это позволяет не заморачиваться по поводу угла в 90 градусов то есть чтобы эти доски соприкасались нормально между собой ну и еще один момент тут внешней стороны тоже самое крепить все это дело нужно на шурупах ну что гвозди во первых нельзя потом использовать а во вторых их вытаскивать замучаешься но я показываю как сделать колышки значит сейчас на рынке есть вот такой диск на болгарку но с учетом того что болгарка с регулировкой оборотов на 12000 на не знаю как это все будет у меня поменьше стоит пилить диском удобно такой лиф можно использовать как старые бруски а вот шлакетник использую так в принципе купить какой черновой материал который потом выкинется у меня была дилемма сжечь не сжечь в общем вот так получилось на колышке пошел ссылка на этот диск есть в описании я более подробно чуть остановлюсь на нем потому что он есть действительно хороший ну как вы можете заметить пилить вообще весело задорно колышки получаются сразу заточенным очень удобная вещь над колышки затачиваются в одну сторону ну и как вы сейчас увидите это диск справляется успешно не только с колышками ну и режет скажем фанеру и режет достаточно ровно то есть вообще проблем нет тут вот я вот я немножко отвлекся делала тачку для сварочного аппарата но в данном случае это просто демонстрация возможности дисков по тачку если будет спрос дальше расскажу фанеру он режет замечательно сейчас покажу диск и вернемся соответственно к палубке вот диск вот его параметры на алиэкспрессе я его не нашел купил на зоне но сейчас в общем то увидите обратную сторону покажу увидеть но на алиэкспрессе я наткнулся на несколько других дисков которые тоже могут принципе решить данную задачу в той или иной степени ну а вот то что я нашел на алиэкспрессе значит диск с цепью я так думаю что без защиты использовать нельзя а вот насадки которые превращают болгарку какое-то подобие бензопилы могут быть интересны туристам и рыбакам то есть вместе с аккумуляторной болгаркой можно брать с собой на рыбалку в похода и заготовка дров будет элементарным при этом не надо с собой тащить там тяжелую бензопилу еще и бензин несколько аккумуляторов и вот эта насадка с болгаркой мне кажется в любом случае будут легче ну смотрите сами то что удалось найти то показываю ссылки в описании он дальше значит выставляем боковушки поставляем опалубку по высоте только по высоте поперечины пока не крепим потому что дальше идея с пленкой а пленку если сделать поперечину и сейчас закрепите то пленку прикрепить будет проблематично не обращайте внимание на то что как бы где-то что-то плывет это потом поперечинами все выставляется выравнивается все получается идеально вот единственное что как бы ошибка это то что один ряд по факту нужно было все таки и в землю и отпустить я думал с помощью пленки еще и на деревяшках сэкономы экономия так себе вышло но задача пленки не только удлинить как бы опалубку сделать мне второй ряд это во вторичном основная задача пленки это заберечь дерево симу то есть чтобы она не прилипла к опалубке когда-то застынет легко отошла от нее и осталась чистой потому как в дальнейшем нужно было использовать эти доски для создания грядок в общем то для этого использовал как разрезать пленку ну вы видите вытянутая веревка но веревка тут в хозяйстве должно быть обязательно у всех предмет но для меня лично он не заменим очень много с помощью веревок делал но в частности вот пожалуйста ну и опять таки острый инструмент потому что если вы будете тупым ножом или тупыми ножницами пытаться повторить вот это дело то получится так себе у меня получилось ну там плюс минус там два три сантиметра там влево вправо и в принципе меня это все устраивал ну так же оставшуюся часть пленки пошинковал и закрепил все это дело пристепливал все это дело в опалубку и дальше уже закрепил поперечными все прикручено на шурупах это гораздо удобнее потом эти шурупы точно так же подходит к черновым работам все замечательно ну вот вы видите как отходит пленка не вопросов не проблем там просто в ковшах под пирам поэтому она полностью не отламена но в результате все получилось но на этом данное видео закончено всем спасибо за внимание с вами был diy канал дизайн ремонт квартиры дача